привет всем на канале парфюм кинг опять я залез какой-то кошмар какая-то река очень много ворот когда я снимаю это что-то нереально нереально давайте бы дальше немножко заставлю в общем сегодня мы поговорим с вами про aqua de parma уд спайс камера схватит не схватит скорее всего схватит было прошлое видео с робертом да здесь так много ворон и 6 происходит неважно мы сняли видео с робертом и все увидели последнее аромат в этом тесте это был вот этот вот aqua de parma уд спайс и он сказал что ему сразу не понравился и действительно когда мы его нанесли он очень был как бы резкие и серьезные в плане насыщенный и я сразу представлюсь русская скорее всего зная все эти ароматы aqua de parma надо будет отдельно его по тесте отдельно его понять потому что роберт так страшно закажет в том видео так страшно скривился но просто он еще не сильно разбирается в нише но я думаю что со всеми этими обзорами с помощью ваших комментариев мы его натренируем и будет он разбираться вообще во всем со временем что касается aqua de parma в этом видео в прошлом я сказал сразу здесь очень много кожи и и здесь нету мне так показалось это если сочетание каких-то но дало ощущение того что здесь есть кожа но в действительности этой кожи здесь нету это аромат в основном про две ноты это аромат про розу и про аромат про розу и про уд роза и уд вот они дают это сочетание и в принципе из-за того что он флористически удовый он становится автоматически уни уни сексовым и он мне понравился действительно скажу что у многих aqua de parma первая стартовая нота она ужасная вот и не знаю почему вот есть aqua de parma просто уд это считается вот смотрите обзор и его часто пример приводит как типа pure уд вот такой прям уд 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 но старт у него кошмарный и действительности приятный аромат наступает буквально через там полчаса 40 минут что касается этого уцпайс я бы не сказал полчаса но наверное но 20 минут чуть меньше полчаса короче говоря и появляется вот это вот флора в нем и действительности он тяжелый он гурманский он гурманский по-настоящему гурманский не чуть-чуть гурманский там я чуть-чуть нет ни чуть-чуть гурманский очень гурманский и он очень он тяжелый он насыщенный он густой он зимний я не представляю другого времени года кроме как зимы когда его можно одевать хотя это итальянская компания может там ей быть в горах в италии день будет там не знаю весной тоже как-то без понятия короче говоря я его вижу только как тупо аромат на зиму что касается шлейфа стойкости и всего такого наверно один из самых стойковых ароматов которые вообще своей жизни пробовал 5 плюс 6 плюс без проблем для любителей стойки стоких ароматов что не такой прям страшный фанат стойких ароматов я люблю ароматы по 3-4 часа чтобы я в течение дня хотя бы у меня было два там условно утром и вечером но для любителей стойкости вот это она она очень стойкая и шлейф у него серьезным действительно классные у него шлейф большой длинный я не знаю как сказать чем по-другому пробуйте aqua de parma эта марка под низом не даже было настолько понравилось начали знакомиться потихоньку в по сути aqua колонии сенс это первый аромат который мне до такой степени понравился я считаю что самый уникальный и самый классный аромат на конец весны начала лета я лучше не представлял себе он он просто вот подходящее слово он роскошного просто роскошный в этом в этом случае вообще я подумал про то чтобы сделать вообще отдельные отдельное видео про марку aqua de parma рассказать историю чтобы было видео не обзор а познавательное мы уйдем немножко в науку и в историю но у меня такая идея была возможно поддержите комментарии если вы хотите я сделаю видео отдельно про aqua de parma что это за фирма куда кто где когда почему зачем а из романа унисекс для мужчин наверное он подойдет но от 30 но интересно что для женщин от 40 потому что мне кажется что это флора все равно она тяжелая из-за того что там есть биргамот есть что там еще как это называется лебандом лабандом и звук называется это в горах растет цветок этот горный лабандом лебандом неважно короче и ноты вы и так видите на экране некоторые ноты я вообще не слышу из ноты свежести в том числе я не особо слышу на тяжелые цветы тяжелые цветы сочетание суда вот вот это аромат про это как я думаю как мне кажется в общем то есть эти возможно вам понравится возможно вам не понравится пишите мне в комментариях мне очень интересно почитать ваши комментарии желаю всем самого хорошего дня и хороший выходных всем хорошего дня пока